День открытых дверей в детском доме благо называют праздником. Здесь рады гостям. Директор священник Леонид Аркадий Вячеславченко проводит экскурсию. Везде чисто, тепло, уютно. Условия замечательные. Взрослые ребята, как Володя Мудров, в просторной комнате живут по одному. Условия как тут, хорошие? Да, нормально все. Я бы здесь еще остался бы, но его скоро закрывают, через год. Может быть, такие разговоры ходят среди ребят, потому что 2013 год выдался особо удачным. Для блага, восемь воспитанников были возвращены к ромным родственникам. Троих ребят взяли на воспитание в замещающей семье. Еще пять человек в ближайшее время уйдут жить к добрым людям. А пока у отца Леонида на попечении 20 человек. Общество поворачивается, скажем так, в правлении лицом государства, лица нашего президента, который ввел программу «Россия без сирот». Если говорить об общей цели воспитания наших детей, то это прежде всего реабилитация, социальная адаптация и дальнейшая, собственно, социализация наших воспитанников. Сегодняшнее мероприятие, которое уже стало традиционным, мы только в этом году проводим уже третий день открытых дверей в этом детском городе. Оно, безусловно, знаковое мероприятие, потому что в Одинцовском районе создается современная система защиты детства. Инициатива проводить дни открытых дверей в детских домах района принадлежит Управлению опеки и попечительства. Эти неформальные праздники уже стали эффективной формой знакомства детей с потенциальными родителями. Тем более, что все гости в благо собрались не случайно. Они – выпускники школы приемных родителей, а в детском доме никогда не были. Хотим усыновить ребенка. И поэтому с большим удовольствием побывали, посмотрели, как живут дети, где живут дети. И смотришь в глаза детям, они радостные, не так, как... Ну, конечно, думал, что в детском доме дети... Ну, намного, как бы, у них взгляд такой грустнее, но на самом деле совсем по-другому. Когда приходят сюда, то они понимают, что дети, они ничем не отличаются от обычных. Внешне не отличаются ничем. Просто изначально их жизнь сложилась по-другому. Они получили в раннем детстве травму, когда были разлучены со своими родителями по разным совершенно причинам. Но внешнего отличия абсолютно никакого нет. Это дети не менее талантливые, способные, умные, быстрые, активные. Но дети, которым требуется больше любви, больше ласки, больше внимания. Чем закончится эта встреча, неизвестно. Психологи благотворительного фонда Бюро добрых дел предлагают всем собравшимся пройти психологический тренинг, поиграть, познакомиться. Когда маленького человека объединяет со взрослым одна задача – выиграть, и нечаянно встречаются взгляды, соприкасаются руки, появляются вопросы. А вы еще придете к нам. Они очень доверчивые и искренние, маленькие хозяева большого дома. Это вам маленький подарок, скромный. Я думаю, пригодится. На Руси было принято гостей угощать. И в этот вечер новых друзей пригласили в чайную беседку. Галина Поликарпова, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова».